Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем играть в Ведьмака 2, ну и остановились мы после мглы, вернулись, пойдемте посмотрим, кто тут сюда пришел в город, может найдем. Ну, скорее всего мы найдем себе проблем каких-нибудь, но это нормально. Охрен, хрена. Так, а где остальные? Ну, нету и нету, пропали, так бывает. Ну, да, я по-моему там уже и не был. Никогда. Не выйдет. Нам не позволят отплыть, пока ты не снимешь проклятие, а пешком мы далеко не уйдем. Если бы они хотели ее смерти, она уже была бы мертва. Кроме того, мы знаем, куда отправился посол. В Лок-Муине. Властители и чародеи встречаются там, чтобы в очередной раз поделить мир. Там Трис и будет. Обещаю. Да и ладно. Снять проклятие, так снять проклятие, в чем проблема? Я не понимаю, почему все еще две стрелочки тут. Хм, ладно. Это странно. Пароль Хенсельд ждет тебя. Наконец-то. Ты добыл копье Сабрины? Не только. У меня есть все необходимое. Ты не пожалеешь об этом. Пойдем проводить ритуал. Ну давай, давай. Тут она умерла. И при смерти напакостила. По воздуху чувствуется, что это то самое место. Свечи усиливают это ощущение. Народ совсем глупый пошел. Кто-то сказал, что эта сука умерла смертью мученицы. Так теперь ей свечки ставят. Взглянуть бы на это место издалека. Во время казни я стоял вон на том холме. Давай покажу. Покажи, покажи. Люблю я его неспешную походку. Вот такой человек, который никуда не спешит. Тут проклятие. Он такой неспеша. Бам-бам-бам. Хорошо, что тут ровно. Боишься ноги разболятся? Тебе придется нарисовать вокруг кострища рунические охранные знаки, государь. Охранными знаками ведьмаки занимаются, а не короли. Если не ошибаюсь. Важно, чтобы ты сам нарисовал этот круг, король. Важно для кого? А сам, как думаешь? Сабрина твою смерть предсказала. Хорошо. И что делать? Чтобы снять чары, нужно разыграть события трехлетней давности. Как ты собрался что-то разыгрывать, если половину действующих лиц давно съели черви? Все дело в силе. В силе, наложившей проклятие. В сочетании с силой того, на кого оно было наложено. Когда получится начертить нужные знаки, мы увидим дух Сабрины. Воскреси эту суку, и я с удовольствием всажу ей. Помни, ты должен вонзить копье в то самое место, куда всадил его солдат. Только раньше. Прежде чем чародейка закончит заклятие. Дырку найду. Только как я узнаю, как добить? Когда станет понятно, что проклятие касается тебя. Будь внимателен, потому что там не обязательно будет твое имя. Это все? Для тебя, да. Остальное оставь мне. Во время обряда могут появиться призраки. Могут или появятся? Все зависит от ауры Сабрины в призрачных мирах. По-моему, духи эту манду терпеть не могут. Ладно. Говори, что надо рисовать, и пойдем дальше. Тебе, государь, придется сойти вниз. А ты? А я буду тебя направлять. Отсюда лучше видно. И как я должен? Что я делаю? Звук появляется, когда я отмечаю свечи. Так что... Государь, направляйся в сторону черных свечей. Должно быть, я неправильно рассчитал, государь. Придется начать сначала. Король, иди в сторону ведьмина круга. Должно быть, я неправильно рассчитал. Понятно. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Должно быть, я не... Теперь к козлиному... Должно быть, я не... Государь, найди в кругу вороньи останки. Должно быть, я... Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаши. Вот оно чё. Каменная миска. Каменная миска. Значит, сейчас к... К каменевшему хлебу, что ли? Я не уверен. Государь, сыпь порошок. Должно быть, я неправильно... Понятно. Так, сначала была... Миска. Теперь сыпь порошок. Хорошо, миска есть. Кам... Окаменевший хлеб я вроде уже пробовал. Пробую тушку ворону. Государь, найди в кругу вороньи останки. Обугленное дерево, наверное. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Государь, направляйся в сторону чёрных свечей. Должно быть, я... Блин. Теперь сыпь. Так, надо всё это... Позаписывать, что ли. Сначала миска. Миска. Далее... Был... Череп... Нет, что там было. Тушка ворона или... Да, тушка ворона. Государь, найди в кругу вороньи останки. Ворона... Потом было обугленное дерево. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Может быть... К черепу козла или окаменёвший хлеб. На выбор мне. Ну ещё ведьмин круг, но я не уверен. Теперь к козлиному черепу. Окей, череп. Наверное, хлеб теперь. Государь, сыпь порошок в сторону окаменевшей буханки. Должно быть... Нет. Ладно. Миска. Ворон. Государь, найди в кругу вороньи останки. Корольная находит, думает, блин. Так, теперь у нас что-то там было дерево. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Теперь череп. Теперь к козлиному черепу. Хлеб, значит, не сработал. Остается круг или свечи. Да? Круг или свечи. Давайте круг. Король, иди в сторону ведьмина круга. Должно быть... Да ладно тебе, петух. Теперь сыпь порошок, двигаясь к каменной чаши. Ворон. Государь, найди в кругу вороньи останки. Сейчас в сторону обгоревшего дерева. Не понимаю, что он вообще чертит, но... Ладно. Теперь к козлиному черепу. А теперь к свечкам. Государь, направляйся в сторону черных свечей. Теперь момент истины. Вряд ли к колесу, значит, скорее всего, к хлебу. Государь, сыпь порошок в сторону окаменевшей буханки. Король, иди в сторону ведьмина круга. Король, сделай большой ровный круг на некотором расстоянии от кострища. А хорошо вышло. Даже обидно, что ветер все разнесет. Злая сила проклятия исходит от огня. Огонь вообще очень мощная стихия, которую трудно усмирить. А у этого пламени был дополнительный источник сил. Он питался телом самой чародейки. Хватит разводить, как говорит Детмальд, фантазгеммары вокруг чародейки. Я себе уже все сапоги изгвоздал. Оставайся в кругу, государь. Смердит этот порошок, как краснолюдское говно. Краснолюдское говно и есть возможно. Краснолюдское говно и есть возможно. Началось. У тебя отважные воины, государь. Они боятся призраков, как и все. Мать моя! Да сколько ж тут всего! Спокойно, король. Нас хранят магические руны. Призраки через барьер не пройдут. Людей я не боюсь, но вся эта херня действует мне на нервы. Пока не выйдешь за руны, ты будешь в безопасности. Что мне делать? Когда чародейка тебя позовет, яви милосердие и оборви ее муки ударом копья. Ты разорвал круг. Призраки прорвутся внутрь. Что теперь делать? Я займусь ими, а ты завершай экзорцизм. Класс. Класс просто. Вот уродец. Кровью и огнем. Пусть плит склон. Там ты падающая звезда, отмечая смущенный путь кровавым хвостом. Пусть глупцок принесет рыбья чашлыка. Блин, их слишком много. Пусть единорог попрет гребные таконы. Так, дайте мне вот этого добить. Жалко, я так увлечен битвой, что даже не слышу, что они там говорили. Пусть плит склон. Пусть плит склон. Пусть плит склон. Мохи поклон. Пусть плит склон. Предсказанное. Ты умрешь. Как я предсказала. Тебе не уйти. Час жду тачения. Дэн. Кровью и огнем. Пусть свечится. Кровью и огнем. Пусть небосклон, транзит падающая звезда отмечает свидетельный путь к вам не хвостом, пусть глупсок, пусть... Давай, давай. Фух. Удалось. Ты уверен? Я уверен только в том, что краснолюд пройдет между ног у тролля. На цыпочках. Но я думаю, что все прошло хорошо. Хорошо для меня, хорошо для тебя. Хуже для Айдирны. Ну и че выбрать? Я снял с тебя чары, но проклятие призраков никуда не делось. Духи павших все еще сражаются под Вергеном. Ты справишься с ними так же, как мы справились с этой обугленной мандой? Снять проклятие духов будет гораздо труднее. Я верю в тебя. А вера творит чудеса. Поэтому мне нужен артефакт, символизирующий веру. Знаю, знаю. Детмальд уже говорил. Я дам тебе медальон. Но сперва мне надо выпить. Пойдем в шатер, я поставлю лучшее вино. Ты заслужил его. Ту-ту. Уровень. Ту-ту. Один. Три. Ничего себе. Это да. Ту-ту. Ну вот и замечательно. Ну вот и замечательно. Вот, блин, мне меч крутой дали обычный. А что-то использовать его и не надо. Так, а других заданий у нас, по-моему, и нету. Ну и замечательно. Король занят. Приходи вечером. Понятия не имею, кто ты, сука, такой, но надеюсь, что граждан... Король занят. Приходи вечером. Не было написано, что вечером. Да и так вечер. Давайте на ночь. Хорошо, что ты здесь. Сегодня утром прибыл гонец из Редании. Читай. Король Редании Родовид Пятый. Сын Визимира и Гедвиги из Малиоры. Владыка... Короче. Дело в том, что неверно, будто Тимерия после смерти короля Фольтеста... Влады... Неверно, будто Фольтест не оставил прямых наследников. Кто наследует? Королева Адда. Дочь Фольтеста, жена Родовида. Адда? Все знают, что это плод кровосмешения. Геральт, насколько я помню, над ней тяготеет какое-то проклятие. Проклятие, верно? Не совсем. Дочь Фольтеста была стрыгой, но мне удалось снять проклятие. Иначе Родовид не взял бы ее в жены. Мне кажется, ты снимал проклятие уже дважды. Боги Троицу любят. Где три, там четыре. А может и пятьдесят. Адда может снова захотеть человеченке. Передай королю Родовиду, что я не намерен именовать королевским титулом эту приблуду. Если Редание не хочет... Что тут творится, стража? Ну, замечательно. Двое, значит. Неплохо. Я-то теперь тоже неплохо машу. Но все равно не очень хорошо. Как будто какие-то Матадоры тут. Музончик такой. Ну, они рано или поздно-то умрут. Да, говно-саны, а... Да, говно-саны, а... Я-то такое чувство, что у них здоровье устанавливается. А может и нет. Надо хоть от одного избавиться там уже. Может, сработает. А так это не работает. Ну, ты атаковать будешь, ублюдон? Ай, блин. Ай, блин. Продолжим. это кто такие меня хотели убить меня фу ты вот наказание ведьмак надо поговорить дед мальт сказал что тебе нужен этот медальон ты спас мне жизнь а не могу же я быть совсем неблагодарным чтобы там обо мне не говорили жаль что никого не взяли живым не плачь танцервиль есть способы развязать язык даже покойникам знаю я эти способы некромантия запрещена пока нет ни совета не капитула довольно странно говорить про запреты что вы скажете ваше величество я хочу знать все если для этого придется трахнуть этот труп трахни его некромантия государь это раздел магии который гробу я видал этот раздел сделай все что нужно не хочу иметь с этим ничего общего как говорят мужики баба с возу кобыли легче ведьмак мне понадобится твоя помощь ты знаешь где меня найти и так всегда я етить колотить король она жмется и дуется будто ей последний вахлак под юбку лезет не все чародеи похоже на детмальда некоторым не по нраву копаться в трупах пока она находится в моем лагере будет делать что я велю ладно иди иди детмальд небось уже ногти грызет от нетерпения ты если мне за это задание 500 опыта дали это и меньше ну на половина уровня то сколько же мне дали за прошлое задание ну вот настроение сука до конца дня испортили куда этот мудила делся вечный день мастер ведьмак окажешься вроде рядом с ними они куда-то уходят геральт из ривии ты готов начать самое увлекательное путешествие в твоей жизни без меня ты не справишься ты мутант как и наш убийца голубой сон хан марвина убил бы обычного человека тебе нужно выпить микстуру замедляющую ритм сердца и выкрепляющие вены было бы отлично если бы у нее были и галлюциногенные свойства это сможет усилить видение крякова пожалуй подойдет вся эта некромантия плохо пахнет что ты собираешься делать голубой сон хан марвина это заклинание которое позволит тебе прожить воспоминания мертвеца ты будешь видеть чувствовать и даже пробовать на вкус тоже что и убийца при жизни для тебя поскольку ты мутант это совершенно безопасно ты выглядишь как всегда так что не выпил никаких эликсиров было бы нелепо умереть из-за такой мелочи еще нет пойду приготовлюсь крякова пожалуй подойдет крякла боже мой что он имеет виду под этой кряквой еще без понятия но выпил ласточку мало ли ты выглядишь как всегда ты что не выпил никаких эликсиров есть у фу 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 ну хорошо 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 неужели там меня жопа какая-то ждет совершенная раз такой херней приходится заниматься ты выглядишь как всегда вы че издеваетесь что за кряква что вы хотите ёб твою мать дебилы ну приход пошел да а нет ласточка ты выглядишь как что за кряква что он хочет заставила меня перезагружать что но смысл пить их тогда если это все не то просто пей кряква что такое кряква какие разницы пойду посмотрю может там водяра есть какая может это есть кряква привет светит что у тебя и пепел все сейчас получим задание посмотрим что она обновится геральт и зри ты выглядишь как для этого для этой процедуры чародей потребуется помощь ведьмака че он хочет че он хочет ты узнал что-нибудь о проклятии по ту сторону углы тоже есть чародей щупа плык это не ты выглядишь как есть окей алхимия посмотрим чё у нас тут есть самого так сказать токсичного но все так а нет вот петри чё надо для него это я могу сделать это мне кажется что это ну ты выглядишь как всегда еще нет грякова пожалуй кряква 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 значит жалко тут нету ведьмачьего гугла какого-нибудь чтоб я мог сразу писать кряква и мне нашло что что я должен сделать засунь свою вежливость и и и и и и и и и Ну, наконец-то. Кряква, блин. Простой такой, иди, купи себе рецепт, сделай там. Сам разберешься, короче. Вот, еще любопытно, как мы покупаем у него что-то, когда он сидит на скамейке, а потом мы телепортируем всю эту палатку. Нормально такое дело. Блин, алхимию же надо. Такое затратное зелье. То есть, Кряква забирает энергии, минус один, но восстановление здоровья и остального лучше. Отлично, просто. Все, поехали. Ну, надеюсь, сейчас это сработает. Я готов. Вот и славно. Голубой сон довольно сильное заклятие, но даже оно позволит тебе увидеть только недавнее прошлые убийцы. Лишь бы оно того стоило. Обращай внимание на все детали. Места, имена, на все. Ясно. Тогда начнем. Веки над Занзалом! Из-за этой мглы я едва сам не заплутал. Взгляни на это с другой стороны. Теперь нас тут никто не найдет. А если Хенсельд атакует Верген, несмотря на туман? Хенсельд больше никого не атакует. Ты всегда был оптимистом, Эггон. Какое неспешное. Вроде со мной он двумя мечами дрался. Какой отличный урон. Хотя против этих птичек. Но я надеюсь, не сюда, а не во мгу. О, я помню эту дверь. Может ты откроешь? Иди за мной. След в след. Обожаю эти ловушки. Знаю. Я тоже. Хенсельд ведет себя так, будто сам хочет нам помочь. Ты о чем? Ты же его видел. Строит из себя солдата. Лезет повсюду. Он очень неосторожен. Лето приказал его убить. Как и тех. Это какая-то работа. А то сидим в этих пещерах, как нетопыри. Я бы лучше посидел нетопырем. Чем нарываться на королевскую охрану. Что с тобой, Эггар? Забоялся? Эдмальт ни на шаг от Хенсельда не отходит. А теперь, говорят, у них в лагере еще и ведьмак появился. Он один. Она с троя. Зато ты знаешь, кто это. Знаю, чтоб его глисты заели. Разберемся. А у меня все Моригольд из головы не выходит. Если она располтает, что это Шиала заказала Тимовенда, дело выйдет из-под контроля. Лето должен ее убрать. Должен. Но его теперь интересует только убийство королей. Ну, наконец-то. Лагерь стерегут, как принцессу целочку. Узнали что-нибудь? Белый Волк прибыл в лагерь Каэдвенцев вместе с Верноном Рошаль. Похоже, он теперь бегает на посылках у Хенсельда. Лучше бы Хенсельд нашел себе другого посыльного. Пока что нас спасает его амнезия. Как раз наоборот. Именно из-за нее он так опасен. Надо быть осторожнее. Гёрвид и его панда нам теперь не помогут. Есть еще кое-что. Шиала Детонсервиль. Да, точно. Наша чародейка что-то взорвалась. Детонсервиль сделала свое дело. Нам она не нужна. Мы не будем ее убивать. Пока. Тебе видней. Да. Теперь самое главное избавиться от Хенсельда. Отправляйтесь сейчас же. А ты? Я еду в Лог Муинне. Там все и закончится. Будьте осторожны. И скоро мы снова встретимся. Посидим, выпьем вина и посмеемся над всем этим? Кто знает. Как интересно. Я беру на себя чистокол. Встретимся у входа в пещеры. Я слыхал. Вы заходили часть добычи в пещерах под лагерем. Спасибо за стелс, но я не голодный. Хочешь, чтобы все узнали? Не знаю, кто тебе сказал, но получишь свою долю только если язык не будешь распускать. Значит, уговор? Уговор, мать твою. Пойду, скажу остальным. Что не так-то? Просыпайся. Я умираю от любопытства. Что? Что ты узнал? Они скрываются в ущельях. Второй наверняка сбежал туда. У нашего покойника должен быть при себе ключ. Запомнил что-нибудь еще? Похоже, Шиала де Тонцервиль участвовала в убийстве. Шиала? Она заходила сюда, когда ты лежал в трансе. Сказала, что попробует поймать второго убийцу. Запомнил что-нибудь еще? Нельзя терять времени. Я иду за ними. Удачи, Геральт. Ух, ну с ведьмаком и с магичкой уже будет, наверное, сложнее драться. Так-то. Ну ладно, в любом случае, я думаю, наверное, надо сделать здесь перерывчик. Это та дверь или не та? Да. И продолжать уже в следующей части. Ну а на пока, как обычно, всем спасибо за просмотр и удачи. Увидимся уже в следующей части. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!